Добрый день! Сегодня я покажу вам, как сделать из старой трешки новую головоломку. Часто случается, что кубик 3х3 приходит в негодность из-за каких-то дефектов, либо отломился в кусочек угла, всякое бывает. Или просто у вас есть старый кубик Рубика, который уже ни на что не годен, и можно продлить его жизнь, сделав из него вот такую интересную модификацию. Это кубик Рубика без углов. Что для этого потребуется? Требуется, соответственно, кубик Рубика. Мне также пригодился лобзик. Может он использовать пилку по металлу, что угодно, что пилит отверточка, кусачки, ну и на всякий случай канцелярский нож. Для начала нам потребуется разобрать наш кубик 3х3, при необходимости ослабить болт отверткой. Мы просто извлекаем детали, нас будут интересовать углы. Сам угол нам не нужен, нам нужна от него только ножка. Поэтому при помощи лобзика ее нужно отпилить. Но конкретный угол лонга можно задача тебе немного облегчить и убрать часть угла, чтобы пилить решилось меньше. Я, в принципе, так и сделал. И отпилил в 8 уголков вот эти ножки. На выходе мы получаем 8 вот таких вот деталей. Ножки от углов. При необходимости их можно немножко пошлифовать, чтобы убрать неровности. При большом желании их можно даже подкрасить, взлогеровать для красоты. Я отобрал у жены пилку для ногтей и немного подровнял ими острые края. Далее остается собрать механический кубик рубика. Но вместо углов мы будем устанавливать только ножки. Музыка. 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 И в итоге у нас получится вот такой вот кубик Рубика без углов. При желании вот на эти черные места можно наклеить стикеры, которые останутся от уголков. Но, что это дело, это не поменяет. Я этого делать не стал. Такой вот в черном пластике больше понравился. Если будете делать ее из кубика, который в цветном пластике, там уже он сам по себе будет иметь свои цвета. Для чего были все эти заморочки с ножками от углов? Можно, конечно, просто убрать уголки, но тогда при вращении все вот это будет рассыпаться. Поэтому ножки нужно вставить обязательно, тогда кубик будет стабильным. Теперь его можно вращать, перемешивать. Как бы вращение сильно лучше не станет по сравнению с тем, что было, но резко углов, наверное, будет чуть повыше. Кубовые элементы мешать не будут. Не трудно догадаться, что сборка подобной головоломки будет значительно быстрее, чем стандартного кубика 3х3. Если мы вспомним про кубик 2х2, то там все рассказывают, что это трешка, от которой остались только углы. А вот это как раз то, чего не хватает в кубике 2х2. И, соответственно, это можно собрать. Давайте попробуем. Здесь делается крест. Ну, этап углов мы пропускаем. Сразу делаем ребра каким-то образом. В принципе, образом и любым. Достаточно всякими трехходовками. И можно сделать. Ага, не туда поставлю. С нехитрыми движениями собираем второй слой. Дальше. Олл у нас будет состоять только из креста. Мечта для новичков. Крест собран. И остается только пилы. Здесь можно любую комбинацию. Даже из новичкового метода. Два ребра стоит на месте. Два нет. Вращать немного непривычно. Как бы углов не хватает. Но вполне возможно. Вот и все. Головоломка собрана. Нехитрая. Но это все-таки лучше, чем просто сломанный куб. Ну, или старый, которым вы не пользуетесь. Ну, забавная вещь. Рекомендую. Если у вас что-то валяется без дела. Делать это можно. Я же решил так помочить трешку. Ну, то же самое мне было сломанное. То есть, ее вторая жизнь. На самом деле, я собирался подобную процедуру провернуть с мегамиксом. Это как бы тест-драйв технологии. Вроде как удачный. Все работает. Следующий будет мегамикс. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok